Десногорские бюджетники Педагогов дополнительного образования поздравили с праздником. Мои ученики, лауреаты международных конкурсов, мы все никогда не остаемся без мест. Лучший преподаватель года в музыкальной школе. Что причали? В основном вещи и продукты. В области полицейские задержали домушника. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 6 октября в торжественной обстановке работники бюджетных учреждений Десногорска получили ключи от квартир. О том, как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Для 13 десногорских семей сегодня настоящий праздник. В торжественной обстановке из рук исполняющего обязанности главы города Александра Новикова и председателя комитета имущественных и земельных отношений Ольги Романовой они получили ключи от долгожданных квартир. Как вы, наверное, многие знаете, у нас в городе реализуется проект «Гражданин страны Росатом». И сегодняшнее мероприятие является одним из подтверждений того, что «Гражданин страны Росатом» – это не только слова, которые произносятся и которые декларируются у нас в средствах массовой информации по телевидению, но это и есть конкретное дело. Без помощи концерна, без помощи «Атомтехэнерго», которая входит в структуру госкорпорации «Росатом», данное мероприятие, я думаю, сегодня бы не состоялось. Как и полагается по старинной русской традиции, хлебом с солью новоселов встречали ансамбль русской песни «Сударушки». Открывая дверь в новую счастливую жизнь для новоявленных жильцов, красную ленту перерезали представители администрации и депутаты Смоленской областной думы и городского совета. В каждой квартире в этот день была радостная шумная новоселье, а семью педагогов Пугаевых пришли поздравить с заселением почетные гости, как и положено, с подарками. Безумно счастливы, что это событие произошло в нашей жизни. Мы очень долго снимали жилье и, наконец-то, свой уголок. Это просто непередаваемое ощущение, счастье, радость, эмоции, что дочь будет расти не в съемном жилье, а в своей квартире, в своей комнате. Самый главный подарок, особенно для детей, новоселам пообещал депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Всегда, когда дают жилье, надо дать подарок. Вот подарок я увидел здесь детей. И гарантирую, что вот здесь будет замечательный такой городок, детский городок. Вручение ключей семьям бюджетников – это всего лишь первая ласточка. На очереди распределение второго подъезда дома 186 в микрорайоне. Своё новое жильё здесь получат около 30 очередников. Владлена Василькова из Сафонова успешно выступила на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники». Девочка, сидевшая в зрительном зале, правильно ответила на вопрос, с которым не справилась участница основной тройки. Владлена получила орден. Большое количество таких наград позволяет теоретикам занять место на дорожках. Отметим, что победители гуманитарной телевизионной олимпиады становятся студентами МГИМО, а призёры получают льготы на вступительных испытаниях. Накануне во всех образовательных учреждениях города отметили самый важный праздник – День учителя. Люди искусства не стали исключением. Педагогов музыкальной и художественной школы также поздравили в этот день и отметили лучших. В концертном зале музыкальной школы Десногорска в этот день звучали самые тёплые слова благодарности от детей и добрые пожелания от коллег и администрации города. Педагогов пришли поздравить председатель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Светлана Головачёва и заместитель главы города Антон Шестеряков. Накануне мы поздравляли педагогов основного образования, сегодня мы поздравляем педагогов дополнительного образования. Несмотря на то, что это слово звучит немножко казённо, дополнительное образование, тот вклад, который они вносят и в культурную жизнь нашего города, и самое главное, в жизни и в творчество своих воспитанников, своих учеников, его невозможно недооценить. Они не только закладывают в них нравственные и моральные ценности, но и воспитывают тягу к прекрасному. За добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с Днём Учителя грамотами от Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике педагогов дополнительного образования наградила председатель Комитета Светлана Головачёва. Молодым специалистом, бывшим ученицем художественной школы, вручила грамоты заместитель директора по учебно-методической работе Елена Шулакова. Также за многолетний добросовестный труд и в связи с Днём Учителя она отметила техническую работницу школы Наталью Савченко. В этот день для педагогов силами учащихся музыкальной школы была подготовлена праздничная концертная программа, в которой приняли участие воспитанники фортепианного, баянного, вокального, хореографического и струнного отделений. 29 сентября в Молодёжном центре музея имени Адмирала Нахимова подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». К участию были приглашены лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтёрских, некоммерческих организаций и объединений. Всего было рассмотрено 59 заявок. Десногорск представил Артём Маневский, студент Десногорского энергетического колледжа, с проектом «Мероприятие для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко». Все участники регионального этапа защищали свои проекты презентациями. Конкурс завершился вручением сертификатов об участии. Городской фонтан демонтирован и законсервирован. За зиму оборудование будет отреставрировано. И весной достопримечательность города будет вновь радовать десногорцев и гостей. В Десногорской музыкальной школе имени Глинки уже на протяжении многих лет есть конкурс, который позволяет определить лучшего педагога года. В следующем сюжете вы узнаете, кто одержал победу в этом году. По всем строгим критериям положения конкурса лучшей в коллективе среди педагогов-музыкантов была признана преподаватель высшей квалификационной категории по классу фортепиано, классу вокал Ирина Петровна Прудникова. Она работает в музыкальной школе уже более 16 лет и считает, что это ее призвание. Преподаватель, я так думаю, это даже не профессия, это больше призвание. С самого детства я всегда, даже в играх со своими друзьями, всегда была учителем, всегда хотела помогать, чему-то обучать, находить общий язык с людьми. Поэтому я думаю, что школа дала мне очень много. Самое главное, я думаю, в достижении каких-то целей, самое главное – это трудолюбие. Не один год деятельности этого учителя отмечен в коллективе высокой продуктивностью в педагогической и концертно-исполнительской работе. Она прививает у подрастающего поколения десногорцев любовь к музыке и прекрасному. Преподаватель, который нас с самых маленьких лет учил пению, вокалу, мы везде выступаем с ней. Она очень хороший человек и педагог, она отличный. Она очень разносторонний человек, она может быть строгой, потом засмеяться и быть доброй. Мы ее очень сильно любим и рады, что она у нас есть. Мы уже многое с ней прошли на нашем ансамбле. Мы много ездили на конкурсы, занимали места. Это очень подбадривает и заставляет стремиться все к большим успехам. Преподавательская деятельность этого педагога направлена на достижение высоких результатов и благодаря этому ее дети – лауреаты городских, областных и международных конкурсов. Мои ученики – лауреаты международных конкурсов. Мы все никогда не остаемся без мест. Девчонки молодцы, поэтому все они у меня теперь уже практически студенты. Надо отметить, что Ирина Петровна – мама троих детей. Старшая дочь – уже студентка музыкального училища. Сын Андрей тоже, как и мама, поет. А самый младший сынишка еще только начинает петь в детском саду. Да и в карьере Ирина Петровна преуспевает. В этом году она стала руководителем Десногорской музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки. И в завершении выпуска криминальные новости. В Десногорске грузовой УАЗ сбил 63-летнего велосипедиста. По данным регионального управления ГИБДД, мужчина переезжал дорогу на красный сигнал светофора в нетрезвом состоянии. Авария произошла 2 октября около 12.25 в третьем микрорайоне. За рулем УАЗа находился 60-летний водитель. Пострадавший велосипедист был госпитализирован в больницу. В Сычевском районе в полицию обратились сразу несколько местных жителей с заявлениями о кражах из домов. После проведенных сыщиками разыскных мероприятий, домушник был задержан и доставлен в отдел полиции. Подробности далее. В поле зрения оперативников попал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В марте этого года он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за особо тяжкое преступление. Не имел регистрации и места работы. Вскоре полицейские установили его причастность к данным кражам. Как выяснилось, злоумышленник ломал замки, повреждал окна и проникал в жилище. Его добычей становилось буквально все, что попадалось под руку. Что подчищали? В основном вещи и продукты. В дальнейшем как распоряжался? Так и распоряжался для хозяйства. Надо отметить, что преступнику удалось поживиться и более ценными вещами. Двое потерпевших сообщили о пропаже старинных икон. Все, что могло принести хоть какой-то доход, мужчина продавал, а вырученные деньги тратил по собственному усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса кражи. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время установлена причастность задержанного к четырем фактам хищения чужого имущества. Расследование продолжается. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова